Ярмарка 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 Хорошо, нормально. А на рынке сколько ставили? 460-430 самое. По 390 взяли. Вот такие кусочки не очень, конечно, красивые, но фермеры, наверное, рубить не умеют профессионально. А так мясо хорошее. Если на столичных базарах перекупщики реализовывают килограмм говядины минимум по 450 сомов, то здесь можно было приобрести по 370. Разница колоссальная. А все потому, что без посредников. Минимальная накрутка себе и никакой за место и прочие выплаты под крышей торгового павильона. Нас устраивает цена, и для народа она приемлемая. Мы продаем мясо по 380, накинули 10 сомов. Но этого достаточно, потому что зарабатываем мы за счет количества. Лучше подешевле, но больше продать. В селе мы продаем вот такие отборные по 25 сомов за кило, а такие по 17. Они у нас хранятся в подвале и довольно хорошо лежат. Но все равно уже Новый год. Ранее мы их продавали по 40 сомов оптам. Все, что нужно к новогоднему столу, можно было найти. Говядина, баранина, конина, мясо разной птицы, яка, рыба, молочные, медовые вкусности, не говоря уже о фруктах. У нас сегодня гости. Поэтому мы на семейный праздник. Да, мы на семейный праздник. Почему вы подпочитаете именно этот сорт? Иссыкульский. Я вот, допустим, взяла груши подешевле. Но они такие у меня жесткие. Мне нравится то, что качество хорошее. Они мятые никакие, не побитые. Мясо очень хорошее. Разновидность мяса можно даже пожелать бы и лучшего. А по цене тоже, да? И по цене, и по цене. В общем, сбросили цены и все. И поэтому здесь такая толпа. Но это еще никто не знает. Вот еще узнает, наверное, все разберет. Очень хорошую ярмарку. Координацией по ярмарке занимались и около 40 волонтеров. Покупатель искал, где яичный ряд. Молодые активисты провожали. Ну а если покупок оказалось слишком много, они же помогали донести тяжелые сумки. Волонтеры здесь с 8 утра помогают абсолютно во всем. Начинают оформление, заканчивая помощью. Если человек купил очень много продукции, мы можем помочь донести до его машины продукцию. Но кроме купленного за свои средства, многим покупателям еще и доставались гостинцы. С поздравлениями с Новым годом бонусом можно было получить кассету с яйцами или пакет с фруктами. Елена Яковлева, Нурзада Садыкбекова, Диаса Кибаев, НТС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok